с привет всем с вами джексон и сегодня мы доделаем наш проект суть которого участвовать в том чтобы сделать дешевый звуковый усилитель в нашем случае он трехканальный у нас есть левый правый канал и центральный на центральный канал выделяется целых две микросхемы это уже финальный вариант и я все спаял и все собрал все работает самое главное что надежно правда выглядит сзади не очень ну сверху вроде более еще менее вот такие радиаторы прикрутила не будут финальными то есть их и буду использовать их вполне достаточно для охлаждения не знаю что надо четыре часа пожалуй они не рассчитаны тогда придется добавить активное охлаждение но на три четыре часа я думаю их вполне хватит но смотря как вы еще будете использовать у нас тут его велел отдельные выходы у нас есть плюс минус и три выхода на каналы минус у нас общий то есть у всех каналов вот так же есть аукс вход сделан наукс так наверно будет удобней как то все выглядит хотел делать предварительно усилитель но подумал что лучше не стоит поскольку и так все будет достаточно а будем все это умещать вот этот корпус который нам недавно пришел некоторые сказали что он ну нехороший и неудобный что ли процент честно говоря так не думаю давайте объясню давайте его вскроем у нас есть две такие основные части верхние и нижние есть вот такие вот вставки самое удобное в этом корпусе то что в эти вставки они съемные и их легко можно скажем модифицировать и я думаю вот это у нас будет лицо панель например в нем куда чего такой переменный резистор дейтер что им покрутил кул при помощи но можно будет регулировать громкость правда нет это нужно будет на двухканальный перемены резистора чтобы у нас было на два канала я также включил вот так ну кручу вернее вот такой вот тумблер для включения выключения возможно добавляющий один тумблер и наверное еще кое-нибудь это идет в общем то просто будет простая лица панель сзади у нас вот такая вот панель в нее я наверно можно так то назвать вот три вот такие вот штучки то у нас выхода на каждый канал то есть они будут располагаться сзади опять же это съемная без проблем можно вне сделать отверстие все это установить все спаять думаю легко это получится у каждого поэтому этот корпус удобный также он был бы удобный что в нем сделать коник лабораторный блок питания сама фишка то корпуса вот этих вот съемных штучках поскольку на них без проблем можно разместить абсолютно любые компоненты это очень удобно мне нравится очень такой плотный если что выглядит не очень красиво местами но я думаю если у привести так порядок его так скажем оттереть вот так следов скотча которые были от пыли то будет точно хороший корпус в принципе нам тут делать нечего то есть у нас нужно уместить его в питании схему блока питания сам звуковой усилители и вот эти вот панельки вывести наши вот всякие для управления и для соединения с получается колонками я думаю тут работы буквально верно на минут 30 не более но в общем то давайте сейчас попробуем все это собрать и поместим все это в корпусе попробуем это потом уже в конце запустить в общем то я нанес разметку сейчас буду проделать отверстие конечно же я мог все подверстие проделать при помощи коим быть ножовки но все делать буду паяльником а это только потому что у меня вот эти вот выходы приспособлены под неровности поскольку предельки вот это основная часть который именно входят топ корпус ее если такая рамка которая закроет все неровности то есть капитан будет неровности их не будет видно просто выйдешь из квадратики вот подойти год части и рамка закрой и все неровности все будет выглядеть нормально кроме того заметил такую особенность начали не понял каким образом собирается корпус то есть я как вас собрать чтобы он целостным цела держалась так поскольку я trace допустим его просто к на поводу процесс критивист honка х waffle ни крicaid больше крепления нет никаких болтов но я не понимал кем образом его собрать чтобы он не развалился но потом понял вот такую вещь что вот эти вот и он дырочки это все специально продумано а тут у нас есть вот такие вот площадки в которой должны вкручиваться болтики то есть это все продумано когда мы вот вставляем в эту вещицу мы вставили вот эти дурочек дырочки этих закручиваем получается болтики оправданных дырочки такие маленькие отверстия нужно самому проделать все резьбу вкручиваем болты и у нас корпус будет держаться то есть нам еще дополнительно нужно тема он 7 8 болтов а сейчас давайте все сделаем отверстия и попробуем дальше все собрать а а а а а а а м в общем я сделал заднюю панель теперь но вот так вот выглядит как видите все делается очень легко поскольку это пластика и помощи паяльника все это сделал очень спасли на хранскую то есть и они долго все это мы делали буквально потратил на это минуты 3 взял все паяльника мы сделал отверстие при помощи ножка доработал убрал излишки пластика тогда будет ест и кося которые сделал это у нас с этой стороны вот тут есть я но небольшой косяк паяльником задел теперь тут есть такие отпечатки остатки а к сожалению их обратим не получится но это у нас задняя часть поэтому видно их не будет главное чтобы на лицевой стороне вот такие же косяков не сделать и также получается что я не рассчитал немного и у нас его последних этого штучка на сюда не подходит то есть вот вставить две давите она просто вот сюда буквально не влезает я скорее всего сделаю так что немного ее подпилю нижнюю часть наверно отрежу но как мы посмотрим я думаю что и сделать немного не рассчитал надо было вот эти вот входы разместить немного выше ну ладно как получилось все это доделаемое кроме того когда вы делаете вот с подобными вещами в которых есть рамка очень удобно поскольку можете сделать отверстие больше и если вот так она шатается то есть это даже хорошо то что она так шатается специально это сделал и потом при помощи термоклея или при помощи болтов можно это все без проблем выровнять то есть можно обеспечить его выровнять поскольку из-за рамок все равно не будет видно вот м края вот это вот отверстия в общем то теперь давайте наверно приступим к лицевой панели а так в в в в в но вот я все сделал так то у нас получилось вот лицевая панель вот то заднее вывела отверстие для провода пока что центральный канал и вставлять не буду поскольку закажу отдельным специально вот такой вот штучку только поменьше и вставлю вот сюда вниз чтобы на это было сзади мог бы разместить центральный канал на передней панели но это было выглядело некрасиво на передней панели у нас тут переменный резистор томблер и светодиоды потом при помощи сопротивления кому там нужно всего лишь 470 том я высчитал из 12 вольт чтоб снизить мы сделаем так что когда мы включаем тумблер будет загорать светодиод то есть достаточно удобная такая штука ну в общем то вот так пока что у нас получилось если что осталось все это уместить все наши чудесные корпусы и проверить на работоспособность и Продолжение следует... 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 нравится так же у нас тут есть перемены резистор при помощи которого можем увеличить громкости сна что когда мы увеличим громкости этому динамику но его начинает немного грузить он сам по себе достаточно старые как видите восстановлены поэтому начинается хрипение но если будет нормальные колонки то проблем никаких не будет давайте запустим музыку и пробуем увеличить громко сейчас я уменьшил громкости вы слышите что эффекты есть но если что этот переменный резистор не совсем тут подходит нужно большего так скажем сопротивление поставить сейчас стоит на 47 килоом нужно поставить где то наверно на килоом 150 чтобы я мог полностью допустим выкрутить звук чтобы не было вообще звука сейчас я просто могу немного увеличить и много уменьшить и но не более но давайте попробуем подсоединить ко второму каналу также к первому каналу подсоедини вот такую простую колонку это у нас он включается колонка от моего 5 1 центра я подсоедини ее простому каналу а наша большую колонку подсоединила к каналу который должен быть по идее мощнее вот я все подсоединил теперь давайте попробуем воспроизвести музыку ну вот сейчас стало ситуации немного лучше но опять же это динамик он фигуренки мощнее динамик у меня сейчас нету вообще надо бы в идеале купить какой колонку ватт на 50 чтобы не тестировать подобные усилители поскольку есть еще несколько проектов которые хотел бы сделать это конкурс уже не подходит она сайта старенькая или взять на этой колонке заменить вот этот вот там сейчас сам динамик но не знаю ой и его когда вы производ воспроизвожу на очень большой громкости или там какой ведь высокой мощности начнет хрипеть и звук почти слышно но бассейна более менее еще дает в общем то косяк есть да но в принципе а самое главное усилитель работает лично мне он нравится за свою стоимость это отличное устройство сейчас самая дорогая часть то наш корпус он стоил 4 бакса атака схема очень дешевая очень простая я думаю ну любой кто имеет обращаться с пайльником без проблем это все дело спаяет там мы самое дорогое это текстолит который стоит один бакс и и у нас 4 микросхемы где то два бакса будет стоить на 100 как вы будете заказывать обычные даже по 10 штук могут продавать но не знаю все вот точно просто собирается а еще самое главное это блок питания тоже найти хорошее вот он тоже может то стоит достаточно но не прям достаточно дорого где то максимум бакса 3 4 это самый такой норм более менее нормальный на 12 вольт если вам нужно питать допустим от машины то без проблем подсоединяйте все сразу же будет работать схемка очень простая посоветую всем попробовать все кто увлекается вот подобные вещами пробуйте для новичков особенно это отличная штука чтоб собрать попробовать свои силы сможете ли вы это осилить но схема опять же повторюсь очень простая думаю многие смогут и повторить самое главное все правильно спаять и соединить а там в принципе я думаю многие смогут разобраться если что пишите в моей группе вконтакте я вам помогу по возможности то есть мы там активно помогаем новичкам которые запрашивают разнообразно вопросы там насчет посылок с китая насчет каких нибудь схем постараемся помочь в общем то с вами был джексон подписывайтесь ставьте лайки вот такой усилитель у нас получился больше видео скорее всего про него не будет поскольку там уже мелкие доработки я не вижу смысла на них тратить целое видео и в общем то пока в общем то пока